Всем привет! Меня зовут Виктор Багуцкий, я фронт-энд-разработчик и еще работаю в школе PASF. Помогаю, скажем так, настраивать некоторые процессы. Я веду некоторые занятия не с утра до вечера, естественно. У нас работают преподаватели, каждый сильный в своей области. И сейчас у нас есть два больших курса. Это Key Automation и фронт-энд-разработка. Сегодня у меня по плану вам рассказать вообще вебинар наш называется «Семь шагов поиска работы в Америке в IT» и что нужно делать, чтобы получить оффер. Сегодня я буду вам рассказывать свое введение этого процесса. Вы можете задавать вопросы в чат, либо, когда настанет время, можно будет включить просто микрофон и говорить в микрофон. Я работаю в IT достаточно давно. У меня интерес как-то появился к программированию очень-очень давно. Мой первый компьютер – это какой-то 90-й, 92-й, 3-й год. Я прям бредил этими компьютерами. Потом всякие 286-е. Ну, естественно, у меня его не было. Я ходил, у нас был один компьютер в городе. Ну, это популярная история многих людей, кто пришел в программирование. Но жить только одним хобби, одним увеличением тяжело. Хорошо, когда это хобби, как это увлечение еще приносит деньги. И хорошо, когда оно приносит еще большие деньги. Относительно всех других индустрий, всех других специальностей, ну, большинства, то программирование, тестирование, все, что с этим связано, оно хорошо оплачивается. Действительно, хорошо оплачивается. Где бы вы ни жили, это будь то Америка, Европа, Россия, Украина, везде это хорошо оплачивается. И вы, даже начиная свою карьеру, вы можете получить весьма, весьма такую конкурентную зарплату. Но, ребята, сразу же оговорка, я ее говорю все время, как только я говорю про зарплату, я сразу говорю эту оговорку, что мотивация с зарплатой одна из самых плохих мотиваций, потому что если вы идете в IT только ради денег, потому что вам рассказали, что там очень много денег и туда нужно идти, может быть, вам, конечно, там понравится, но насиловать себя, заставлять этим заниматься не нужно. Не нужно. Это очень специфичная область применения вот этих вот знаний. и ставить перед собой морковку с деньгами тоже не самое правильное действие. Я знаю, что некоторые из наших учеников успешных, кто уже работает по несколько лет, я спрашивал, типа, ну а как ты решил или решила? И несколько человек говорили, ну вообще спонтанно, просто вот так спонтанно думаю, а пойду попробую. Пошел, пошла, попробовали, стало интересно, начали продолжать. Это много, это одна из, одна из историй. Кто-то чувствовал, что ему это интересно, и он туда пришел. Это такая небольшая, небольшая подводка. Да, естественно, запись, запись есть, вы потом можете ее пересмотреть, если вдруг что-то не поймете с первого раза, но я стараюсь объяснять так, чтобы вы меня поняли с первого раза, и чтобы потом не пришлось повторять-повторять. Значит, наша тема «7 шагов для того, чтобы найти работу в IT». Ну, я вам сразу хочу открыть небольшую тайну. Заголовок, он немножко такой в лучших стилях журналистики. На самом деле шагов не 7, а их чуть-чуть меньше. Мы просто написали такой заголовок для привлечения внимания, чтобы вы понимали, что нужно сделать какие-то определенные шаги. Всего шага, вот именно действий, вот ваше действие – это всего лишь как одно действие, одно действие с вашей стороны, которое сразу же за собой ведет цепочку последствий. О каких последствиях я говорю, и какие действия. Если, конечно, раздробить, то мы вложимся и в 6, и в 7 шагов, и в 10, и в 15, и в сколько угодно. Но первое, давайте, раз мы уже придерживаемся этого правила, то давайте первое. Первое – вам нужно попробовать. Первое действие – это попробовать. нравится вам это или не нравится, что вы из этого, ну, как сказать, получаете, что вы, какие у вас есть мысли о том, что это работа деленная работа. Потому что то, что вам будут рассказывать какие-то друзья, коллеги, друзья маминой подруги, то там про сына маминой подруги, да, то это их история. Давайте я вам сейчас открою экран, покажу пункт про попробовать. Про попробовать. Когда я говорю попробовать, то для этого мы сделали обучающую систему. она вынесена, она есть на адресе apppassive.us, либо на localcoding.us. Это как отдельный сервис. После регистрации вы попадаете сюда. Сейчас здесь находится около 6 тысяч студентов, кто проходит, кто-то начинал, кто-то хорошо прошел, кто-то не прошел, отвалился. Это обычная ситуация. То есть суммарно сейчас находится около 6 тысяч участников. Если посмотреть на активность, которая сейчас проходит, ну так, кто-то что-то делает, но не как в пике. То есть иногда у нас есть там пики, когда народ просыпается и начинает что делать. То есть каждая строчка – это действие какого-то отдельного человека. Сейчас пока, можно сказать, в Багдаде все спокойно. Все так идет спокойно. То есть кто-то какие-то задачи решает. И вот тут тоже видно, кто что делает, какая активность происходит. Это слово «попробовать». Мы сделали один самый важный курс в начале карьеры каждого разработчика, и он называется «JavaScript Syntax». Вот, «JavaScript Syntax». Я о нем рассказываю при каждом удобном поводе, при каждом удобном поводе, потому что он действительно хорош. Этот курс, он сделан для такая вот песочница, где есть какие-то колбочки, какие-то эксперименты. Также есть тут какие-то кости динозавров, в общем, предыдущих экспериментаторов. И каждое задание, которое здесь есть, оно построено последовательно. Поэтому если мы говорим про начало карьеры, то начало карьеры, оно звучит как «надо попробовать». А вы пробуете, и хорошо, конечно, когда у вас есть живой наставник, самый терпеливый, самый мудрый, и который вас будет вести пошагово, вот с одного урока на другой, который будет с вами говорить, типа, давай позанимаемся, давай это сделаем, а давай. Помните, как-то в Яралаше был, в Яралаше этот мультик, когда парень бежал, там, Вася, Вася бежал, а другой там вокруг него крутился и говорил, давай, Вася, я в тебя верю, ты сможешь, ты добежишь. Вот примерно вот такой персонаж. Если бы у вас был бы, да, вот в реальности, то можно было бы сказать, что вы добежите, что у вас все получится, и вот таким вот энергичным помощником вы бы добежали бы точно, и каждый бы это смог. Но с вами борется всегда ваша рациональная лень, да, рациональная лень, которая вам говорит, типа, начнем мы это попозже, нам сейчас это, допустим, там, надо или не надо. Да, то есть с вами всегда, с вами всегда в противовес находится ваша лень, также еще находятся ваши друзья, родственники, которые вас мотивируют, и которые вам говорят, типа, зачем ты этим занялся, займись чем-то нормальным, или это все для них, для молодых, для талантливых, там, оставайся, мальчик с нами, будешь нашим королем, как бы в царстве таких, в общем-то, лентяев и отчасти неудачников. Ну, я имею в виду, что ваше окружение, вот если вы так посмотрите, то среди них есть люди, которые будут всегда вас отговаривать, которые будут говорить, что, ну, что ты лезешь туда, какое программирование, какие, эти, ну, какая новая специальность, ты никогда этим не занимался, ты учился, там, на бухгалтера, ты учился на какого-нибудь, там, на водителя трамвая, куда тебе, куда тебе то, там все занято, там все оккупировали и прочее. В общем, такие истории вы всегда будете слышать, откройте YouTube, и сразу же на вас вылится и холодная, и горячая вода, кто-то будет подливать за, кто-то будет подливать против. Сами решайте, сами своих тараканов в голове усмиряйте, в общем, это проблема лично с вашей кукушкой, что делать, как бы туда или сюда. Мы предлагаем конкретное решение, если вы уже решили, если вы приняли решение, что я попробую, я попробую это сделать, если мне понравится, я буду продолжать. И каждый раз вы заключаете такой вот контракт с собой, типа так, я попробовал, мне это интересно, что делать дальше. Поэтому мы предлагаем конкретное решение, как это сделать, и вы видите абсолютно конкретное решение в виде курса JavaScript Syntax. Кстати, кто на него записался, вы можете уже записываться. Кстати, Маша, если ты есть с нами в сети, добавь, напиши, пожалуйста, свой e-mail. Если нет, то я допишу. Да, да, ага, да. Маша здесь. Да, напиши e-mail, чтобы ребята могли туда обращаться. Также скинь все необходимые ссылки, чтобы тоже могли зарегистрироваться, если вдруг забудут. Да, то есть JavaScript Syntax — это первый шаг, с которого вы начинаете свою карьеру, первые шаги. Почему я так за этот курс? Потому что я помню себя, когда я начинал программировать, когда я начинал этим интересоваться, у меня была всего лишь одна брошюра, которая давалась вместе с компьютером. То есть когда мне купили компьютер, в этой коробке была брошюра, не знаю, страница на 50. И там были основные какие-то команды, все, что нам нужно было делать. Я все их, я их всех выучил, я их все выучил, я всех использовал. Но продолжения не было. Да, не было ни продолжения, и какого-то такого, ну, вот просто вот я умел что-то делать, какие-то кружочки рисовать, какие-то, ну, вот все, что было там, я это все сделал. И местами, местами, когда вы читаете какую-то книгу, когда вы возьмете, придете в библиотеку, да, кстати, вот в Америке классные библиотеки, можно прийти, взять книги, там есть по программированию, очень даже свежие, но они все уже устарели, ребята. По JavaScript книги устаревают, вот вы даже не успеете их купить, она уже устарела. Типа вот только-только вышла, но она уже устарела, даже не сомневайтесь. По некоторым вещам. Основные, не, конечно, основной концепт работает, но по мелочам устарела. Так вот, когда вы берете, выбираете себе какую-то книгу, а какая мысль у нас возникает? Так, начну заниматься программированием, давай-ка выберу книгу. Ребята, это путь такой, покупка индульгенции, освобождение от будущих грехов. Нет смысла вообще просто вот купить книгу, вы ее купили, и сразу такие, все, я начал заниматься программированием. Купите книгу по бегу, да, купите книгу, ну, по каким-нибудь там, по зарядке, по утрам. Все, купили книгу по бегу, больше, считайте, уже набегались, набегались на месяц вперед. Это бесполезная штука, бесполезно. Книга, она хороша, но и кто-то любит книги, потому что там вот все сжато, написано так, как есть. Некоторые моменты нужно перечитывать несколько раз, потому что автор так довел такую там концентрацию, чтобы не повторяться. И книги, они во многом книги, книги просто как информация в одну сторону. Книга с вами, очень редкие книги, в которых есть какой-то момент интерактивности и какого-то взаимодействия. В этом курсе, в JavaScript syntax, есть баланс между информацией и между взаимодействием. Вот первая часть – это видео, это информация, вот самым таком, как будто бы я с вами говорю, я его записывал. Потом идет конспект. В конспекте есть еще наши персонажи, нашим чудо-художникам нарисованные. Есть куча примеров, есть квиз, и есть практические занятия, практические задания, которые вас ведут. Если вы не прошли это задание, то система вас просто не пустит к следующему заданию и не пустит к следующему уроку. Вот, это важная штука. А книгу так взял, пролистал в любом месте, в любое место попал, и читаешь только самые интересные картинки. Мы ведем только по принципу, сделал задание, переходи к следующему. И вы так идете пошагово и по той линии, которую мы для вас нарисовали, по той линии, которая была нарисована для учеников. Местами с многократным повторением, местами с многократными заданиями об одном и том же. Но это специально нужно, чтобы вы точно это запомнили, чтобы вы это точно запомнили. То, что вы сделали это сейчас, это не значит, что вы отвернетесь, пойдете пить чай, придете, и вам нужно будет повторить. А мы вам специально, вот давайте повторим. Да, поэтому проходите, регистрируйтесь на localcoding.us. Я сейчас скину ссылку сюда. Это раз. Раз. Попробовать. Первый пункт. Это обязательно нужно попробовать, и для пробы нужно взять самый правильный источник, самый проверенный. Идти по книгам, либо просто по какому-то видеокурсу. Можно, но у вас там не будет интерактивности. Вы не будете, точнее, вам нужно понимать, что вы это сделали. Когда вы прошли задание, когда вы прошли лекцию, это вам явно говорит, что вы это смогли сделать, вы это сделали, у вас это получилось. Второй пункт. Второй пункт очень-очень важный. Второй пункт очень-очень важный, как будто бы даже пропадающий из каких-то ожидаемых пунктов. Это окружение. Второй пункт – это ваше окружение. То окружение, в котором вы учитесь. Обратите внимание, вспомните себя, когда вы приходили куда-то, ну, в какую-то компанию, которая делает что-то одно, которая, допустим, сажает деревья, которая, например, вместе танцует на концерте, да, в каком-то, которые вместе веселятся. То вы втягиваетесь. Я думаю, что вот концерт самое… Кто был на больших концертах, то вы помните это ощущение. Это не концерт филармонии, не-не-не. Концерт филармонии – это там прийти вместе поспать. Именно концерты такие громкие, эффектные, динамичные, да? Я про такие вещи говорю. То есть где есть именно движение, когда вот все вместе движутся. вот это окружение, оно вас затягивает, оно вас поддерживает. Вы несетесь вместе с ним. Я называю это наше веселое стадо. Окружение очень важно. И если вы находитесь в правильном окружении, то вы делаете вместе с этим окружением необходимые действия для продвижения себя. То есть если вдруг вы начинаете упираться, да, вот и вы начинаете упираться, то вас подталкивают, и попробуйте, вот не знаю, кто был в метро в час пик, попробуйте остановить, да, вот попробуйте остановить всю толпу. Вы не остановитесь. Вас просто несет этот поток. Просто несет поток. И вам ничего не остается делать, кроме как идти туда. То есть вам нужно было зайти в этот вагон. Вы зайдете туда. Вам не нужно было бы, вы тоже туда, вас туда тоже занесут. Поэтому вы принимаете решение, когда вы заходите в метро. Мне нужно ехать в метро или не нужно? То есть на улице, когда все спокойно, то есть вы можете уже принимать решение. Но когда вы сказали, все, я еду, и вы заходите в этот поток, вас он несет. Поэтому первое – это начало, это осознанное принятие решения. Второе – такое же осознанное решение влиться в компанию, влиться в толпу. Мы шуточно называем секта, шуточно, отчасти. Да, но этот моральный настрой, он помогает всем, помогает всем участникам сохранять рабочую обстановку. У нас только рабочая обстановка. То есть несмотря на то, что мы так шутим, что это типа секта, это не секта, это просто люди, которые все сосредоточены на получение персонального результата. И так как это видно со стороны, то все так работают. Кто в курсе, мы неделю назад провели буткэмп вот здесь, вот в этом же доме. вот в этом же доме провели буткэмп. И это очень мощная обстановка, когда все люди делают одно и то же, и кто-то там хочет, кто-то не хочет, шатается без дела. И вот сразу же туда его впихнули, и он там сидит делает. То есть нет вариантов сбежать куда-то. То есть они приняли решение, когда сюда ехали, они сюда приехали, и здесь начали работать. Ну ладно. Второй пункт – это про окружение. Второй пункт по окружению. Третий пункт, третий пункт, который вас обязательно приведет к результату. Кто-то ставит себе результат карьеру, кто-то ставит себе результат какие-то уже последствия карьеры. Я лично вам могу сказать так, что получение работы, вот просто получение работы как финальная цель – это очень странно. Это очень странная цель просто получения работы. Поэтому третьим пунктом я ставлю цель и мотивация. Но мотивация не такая типа, «Ай, давай, давай, вставай, сейчас надо это делать». А мотивация такая в виде какого-то материального какого-то приобретения, в виде какого-то статуса, если у кого-то всё есть, не хватает статуса. В общем, что-то, что нужно именно вам. Не вашей семье, не свозить маму на курорт, не сделать весь мир счастливее. Нет, что нужно именно вам. Вот именно вам, не кому-то другому, а вот именно вам. Вот своё личное корыстное желание. Вот хочу именно это, хочу именно для себя. То есть не для кого-то, а именно для себя. Потому что вот эти все альтруистические цели, построить родителям дом или ещё прочее. Ну, это не совсем то. Конечно, вы можете это всё делать, но для своего результата ставьте свои личные хотелки, которые нужны именно вам. Подумайте, чего именно вы хотите. Подумайте, чего именно вы хотите, потому что в моменты, когда у вас будет такое типа, для чего я это делаю. Вы будете понимать, для чего вы это делаете. Вам нужно понимать причину, причину того, для чего вы копаетесь в этом всём. Когда вы ясно себе понимаете, допустим, кто-то хочет себе, допустим, яхту, условно говоря. Вот нужна просто яхта там, допустим, там 20-метровая яхта, условно говоря. Мне лично яхта не нравится, меня там укачивает, поэтому это не моя цель, поэтому я так её беру. Ну, вот кто-то вот себя представляет и видит, что ему это хочется. И, в общем, ставьте себе те цели, которые вас будут мотивировать. Сегодняшнее занятие не про постановки целей, не про какие-то действия, которые касаются. Это просто для того, чтобы вы понимали, для чего вы это делаете. Конечно, опять же скажу, не про постановки цели, но у вас должно быть ясное понимание, для чего вы это делаете. Кстати, очень странное такое ощущение, когда вы куда-то стремитесь, 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 и в этот момент чувствуете себя, что вот я сейчас как-то так несчастлив, да, вот я несчастлив, потому что у меня нет вот этой вот 20-метровой яхты, или, допустим, что у меня нет своего, не знаю, там, лошадиной фермы. Не знаю, ну, просто так говорю, как бы ни то, ни другое лично мне не интересно, но думаю, думаю, что для кого-то как-то это, ну, как-то цепляет. Или, допустим, там, своя обсерватория. Ну, просто. Я не привожу какие-то банальные примеры в виде, в виде какого-нибудь там дома или машины, но если вас это цепляет, то, пожалуйста, пусть это будет вашей личной целью. Или, там, допустим, дом прямо на побережье, прямо с выходом на песок, на пляж. Кому-то тоже это нравится, но, опять же, мне лично жарко, я не люблю этого. Ну, сами себе ставьте те цели, которые вас, которые вас мотивируют. И еще один момент, вот, как раз, о котором я начал говорить, о том, что, когда вы, вот, думаете, типа, вот, мне не хватает этого, но в этот момент я настолько несчастлив, успокойтесь, посмотрите вокруг, увидите, что, на самом деле, все вокруг, все хорошо происходит, вы это просто делаете для, как бы, для своего следующего достижения. У вас и так сейчас все, все хорошо, и вам, вот, вы это хотите просто потому, что, ну, потому что, вот, это ваше такое стремление. Это такой третий пункт, это про цель, которая вас мотивирует. Я не знаю, насколько, конечно, это не, не, может быть, вы ожидали услышать от меня вот первые три пункта какие-то другие, типа, кодить, кодить с утра до вечера, но без понимания того, что вы делаете, вам, ну, вам тяжело будет кодить, и вам тяжело будет вообще, типа, потом как-то себя понять, значит, что я это делаю, для кого это нужно. Я пытаюсь кому-то что-то доказать, или я выполняю действия своей личной, личной программы. Да. Вот. И четвертый пункт, это уже, это уже техническая часть, это уже реализация плана. Когда мы говорим про карьеру, да, когда мы говорим про какие-то, ну, не что-то большее, чем просто пройти какой-то курс, потому что курс это тоже одна из ступенек, это одна из малюсеньких таких вот ступенечек вообще к карьере, к той, не знаю, к той яхте, к тому стеклянному дому на побережье. Это, это ваши личные, это ваши личные цели, что вам нравится, то и делайте. Может быть, кто-то хочет свой, там, реактивный самолет купить, кто-то хочет свою, допустим, школу по реактивным самолетам, кто-то хочет свой, свой личный цирк, не знаю, вот все, все что угодно, какие-нибудь, кто-то хочет свой ледовый дворец в этом самом, в горе построить. Ну, у каждого, у каждого свои цели. Мы со стороны смотрим и не понимаем, зачем это нужно. Допустим, там, моя жена хочет бассейн, то есть, это ее личная мечта. Мне лично бассейн вообще нафиг не нужен, как и вообще многим. Ну, там, моему сыну хочется 3D-принтер, да, а мне не хочется. Это его личная цель, которая его мотивирует. Там, это по-разному, да, то есть, я ему никак не собираюсь в этом, то есть, просто реализовывать его хотелки, потому что это неправильно с моей стороны. Ладно, отвлеклись. Значит, треть, четвертый пункт, это по, уже непосредственно по кодингу, по тем действиям, которые мы делаем. Что нам нужно сделать? После того, как вы прошли JavaScript practice, после этого курса вы можете уже выбирать, вы можете уже выбирать, что вам, что вам делать. После JavaScript синтаксиса, синтаксис, наверное, я оговорился, после JavaScript синтаксиса, если вы понимаете, если вы его прошли, тут, тут немного, Олег, тут всего вот 10, 10 секций, он специально такой коротенький, некоторые темы перенесены в другой курс, чтобы вы просто JavaScript синтакс прошли и отметили у себя мысленно все, прошел, и после этого курса вы уже понимаете, то есть, если вы его прошли, то вы наш человек, то вот вы наш человек, вы можете уже для себя лично сказать, что типа я могу двигаться дальше. Если JavaScript синтакс, вот этот вот коротенький курс, ну, так кажется коротенький, потому что в некоторых уроках тут есть типа 19 примеров, заданий, то есть, вы берете их, решаете в каких-то чуть больше, каких-то чуть меньше. Вот, если вы прошли JavaScript синтакс, значит, вы готовы к продолжению, значит, вы готовы к продолжению, вы готовы уже к выбору специализации. И пятый, пятый мой пункт, пятый пункт, это специализация. Вы можете себе его вписать, можете потом себе татуировку сделать, вы можете на обоях написать специализация. Вот это вот перед всеми, всеми, там, все пункты предыдущие это все оставили, там, попробовать, попрактиковаться, сообщество, цель и так дальше. Следующий, пятый пункт, у меня, наверное, будет больше, чем семь. Это специализация. Вы просто обязаны, вот просто обязаны сузиться вот до какой-то вот, до волосиночки, да, вот, вот острая специализация должна быть. Представьте себе какой-нибудь, вот смотрите, это нож, да, это вот его режущая кромка, видите, режущая кромка. Смогу ли я этим вот таким вот ножом, ну, или даже вот такой-то толщиной, вот так, что-то точно разрезать, то есть я скажу, типа, я резчик по дереву, вот мой нож, скажет, ну, ребята, это не нож по дереву, это молоток по дереву, то есть таким инструментом вы точно ничего не сделаете и заказывать какие-то точные работы навряд ли у вас будет. Поэтому вам нужно очень, очень сильно сузиться, очень сильно сузиться. Если мы говорим, допустим, про IT, вот IT просто как вселенную целого, целых навыков и умений, то вам нужно выбрать там, допустим, разработка или тестирование. Вот просто давайте так, разделим сразу на две части, туда и туда, половину туда, половину сюда. На самом деле их не два направления, там больше направлений там еще есть и менеджмент, там еще есть всякие технологии и всякие VR-ы, виртуальные всякие штуки, есть еще по обеспечению инфраструктуры, всякие машин-лёрнинги, короче, целый целый мир и большой-большой выбор. Когда-то звук звук шипит. Серьезно? Я думал, это у меня, поэтому я не говорил ничего. Да, Витя, ты пропадаешь. Момент. Да, практически не слышно. А сейчас? Лучше. Да, сейчас нормально. А на каком моменте я остановился? Что? На каком моменте вы перестали меня слышать? Ладно. Я помню, на каком моменте. Значит, специализация. Специализация. Выберите себе конкретную специализацию. Типа, вот есть фронтенд, типа есть разработка, всякий там бэкэнд, какой-нибудь там еще машин-лёрнинг. Выберите себе что-то одно. Не потому, что, ну вот, типа, вот мне нравится, не нравится. Просто выберите что-то одно. Решите, вот меня это привлекает, мне это нравится, мне это, мне это кажется интересно. И неважно, конкуренция там, не конкуренция, просто выберите себе одно направление. Одно направление, и в том направлении, вот допустим, мы возьмем тестирование, да, вот возьмем тестирование или фронта давайте начнем сначала с тестирования есть направление мобильное тестирование очень тихо не слышно вас практически простить сильно тихо а так лучше вообще супер да то есть в специализации специализации нужно выбрать какое-то направление вы говорите допустим тестирование прекрасно тестирование так тестирование уже всем промыли мозг залили в уши розовый компот по поводу тестирования там все дяди тети со всех каналов рассказали как все классно как все замечательно хорошо тестирование так тестирование идем в тестирование там есть тоже направление мобильное тестирование, десктоп-тестирование, тестирование веб-приложений, API-тестирование. Да, вот чувствуете набор? Куда, куда, куда идти? Берите что-то одно, вот просто одно берете, одно. Например, хотите мобильное тестирование? Пожалуйста, идите в мобилки. Но я бы все-таки шел бы именно в тестирование, в веб-тестирование. Мы его давим на курсе, как наиболее широкое, как популярное, поэтому там там рыба есть. Вот в веб-тестирование, там там все прекрасно. В веб-тестирование. Вот в тестировании я бы выделял веб. Отличное, отличное начало, много-много вакансий, много-много материала есть, так что хорошая, хорошая штука. Надо брать, дайте две. Идете в веб-тестирование. И в веб-тестирование вы начинаете становиться экспертом. Поэтому следующий пункт – это стать экспертом. То есть у вас есть точно выбранное направление. Точно выбранное. Вы решили, все, фокусируюсь на веб-тестировании. Вот я работаю только в веб-тестировании. И буду подаваться только на веб-тестирование, сфокусируя свое резюме на веб-тестировании. И следующий пункт – это стать экспертом в нем. Просто стать экспертом. Вот все вопросы – это туда. Опыт здесь ни при чем. Опыт здесь ни при чем. Опыт, когда вы будете становиться экспертом, когда вы решите, мне нужно стать в этом экспертом. Вы будете, вы найдете, вы найдете, точнее, все вокруг станет таким, чтобы вы получили этот опыт. То есть ваша действительность, ваша действительность начнет работать на то, чтобы вы получили этот опыт. Вы найдете его. А не так, типа, о, мне нужен опыт. Я его жду. Вот так, сижу с руками и жду, когда этот опыт туда упадет. Нет, он сам туда не упадет. Вам нужно будет делать тоже свои действия. Когда вы решите стать экспертом, вы это уже разложите по частям, что вам не хватает. Так, так, так. Я отвечу на вопросы в чате. Да, то есть стать экспертом и следить за всем, что происходит вокруг. То есть когда вы эксперт в какой-то индустрии, то вы знаете все, что происходит там. Вы знаете, как разложить каждую деталь еще на атомы. Я про это имею в виду. То есть поймите просто смысл. А конкретный вопрос, где получить опыт, сейчас тоже, ну, я отвечу на нем. Вот это, кстати, про опыт сюда не входит. Потому что когда вы станете экспертом, то у вас этот опыт будет. Это имеется в виду экспертность. Это сколько, не то, сколько вы книг прочитали, а то, что вы проэкспериментировали, что вы сами сделали и где, на какие грабли наступили. Учитывайте, что опыт работы в каком-то проекте, в какой-то компании, он, это не всегда, это не всегда дает вам вот этот волшебный опыт, о котором, вот этот светящийся опыт, о котором все мечтают. Типа опыт-опыт, опыт-опыт, такая вот, в общем, сакральная мечта, получить опыт. Там, в компании, где вы будете работать, вы не получаете экспертный опыт. Когда вы приходите в компанию, ребята, вот запомните еще такую штуку, там, откровение года. Когда вы приходите работать в компанию, вы отдаете им то, что вы знаете. Вы отдаете им то, что вы знаете. То есть вы должны туда приходить полнее, чем то, что вам нужно делать там. Вы, не знаю, там, может быть, кто-то работает, может быть, кто-то скажет тоже свое мнение, напишет в чате. Так это или не так. Но когда вы приходите в компанию, вы там, вы отдаете туда тот опыт, который у вас есть, те знания, которые у вас накопились. Да, что-то вы оттуда будете брать, что-то там будет как-то оседать, но, в общем-то, вы там больше отдаете. Вам нужно учиться, компании дают возможность учиться. Если это вопрос, то, ну, ладно, я не буду спорить. Я понимаю, что у нас с вами, мы видим некоторые ситуации, мы видим ситуацию немножко по-другому. Но вы, если вы приходите в компанию, скажем так, с отрицательным балансом, то да, то вы там набираетесь, там столько всего опыта и прочее, прочее, прочее. Но вы должны приходить в компанию с положительным балансом, и вы применяете свои знания, свои умения, свою экспертность, и это дарите компании, продаете. Взамен вы участвуете в каких-то ситуациях, то есть взамен компания вам дарит грабли, возможность на них наступить, возможность набить еще какие-то шишки. Если сказать, что компания вас учит, то нет, компания хочет из вас извлечь прибыль, хочет из вас извлечь знания и хочет, чтобы вы помогли компании зарабатывать больше денег. Это общий принцип бизнеса. Если вы при этом еще чему-то можете научиться, считайте, что вам несказанно повезло, вот несказанно повезло, что вы пришли в компанию и там научились. Но если вы видите, что вы в компании просто отдаете, 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 отдаете и тупеете, и тупеете, то это повод, это повод либо поднять зарплату, либо уходить в другую компанию, в которой вам будут регулярно давать грабли, чтобы вы на них наступили. Да, так, 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 это у нас был, так, я что-то немного отвлекся. Да, да, экспертность. Коучинг, менторинг, да, 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 это все мы говорим про хорошие компании мечты. Про хорошие компании мечты. Если мы говорим про какие-то большие бренды, то там много отделов, и кому-то повезло, кому-то не повезло. И вы, когда вы приходите на свою первую работу, вот ваша первая работа, вы должны за первые три месяца взять вообще все, что там есть. Вот все, что там есть для вас, вы просто получаете и уже применяете. Первые три месяца вам нужны для того, чтобы дойти до середины пути, до середины пути. Остальные, остальная вот эта половина или треть, на это уйдут уже года. Но это, опять же, это мое личное видение этого процесса. Вы можете соглашаться, вы можете не соглашаться, но экспертность, экспертность нарабатывается не в компании. Экспертность нарабатывается не в компании. По крайней мере, не на тех заданиях, которые вы будете брать. Почему я так говорю? Потому что, когда вы приходите в компанию, то вам дают задания, которые вы можете сделать. А невозможные задачи вам, скорее всего, не дадут. Понимаете почему? Потому что зачем? Зачем вам давать невозможную задачу, если вы ее не сделаете? Да, может быть, где-то будет, вы подумаете, что задача возможная, на самом деле она будет очень тяжелая, и тут вы получите, вам капнет опыт. Невозможные задачи делаются вами, делаются вами вне рабочих проектов. Вот экспертность нарабатывается только когда вы сами себе ставите невозможные задачи. То есть, когда вы сами говорите, все, я, допустим, тестировщик, я тестирую веб-приложение, и я для того, чтобы стать экспертом, я возьму какой-то сайт, какую-то часть приложения, вот, допустим, там, Local Coding или что-то еще другое, или GitHub, и протестирую его, и сам напишу все, что там нужно. И сам разберу его просто до атомов, разложу его, и буду, чтобы видеть его насквозь. И когда вы это сделаете, то у вас не будет такого человека, который скажет, да не, не надо, не надо тестировать это, наша компания, это не важно. Вы скажете, я все протестирую, вообще каждую запятую там, все проверю. И тогда вы заметите, что вы там проработаете, вы потратите на одну страницу неделю, но зато вы там сделаете все, и вы это будете делать бескомпромиссно. То есть, просто вот, я хочу сделать самые лучшие, допустим, там, тест-кейсы на страницу GitHub какого-нибудь, да, там, который будет проверять. То есть, бескомпромиссно. То есть, когда вы делаете проекты для себя, когда вы их делаете, то вы имеете право делать их бескомпромиссно качественно. Потому что, когда вы приходите в компанию, там есть сроки, там есть люди, которые скажут, а нет, это не надо, а это надо, там, делай это, не делай. И когда вы делаете, работаете над своим проектом, вы там нарабатываете самую настоящую экспертность. Поэтому мой седьмой пункт про карьеру, про то, как вообще сделать, это обязательно свой личный бескомпромиссный проект, в котором вы делаете все, как вы считаете нужным. Не абы как, а представьте себе, что вы строите машину для себя. Не кому-то дайл завел, поехали, сами влетели, разломались, а вот для себя. Бескомпромиссное качество. Вот на нем вы получите тот опыт, ту экспертность, которая вам нужна. У меня получилось именно так. Потому что везде, куда я приходил работать в компанию, я там отдавал то, что я знал. Но иногда, иногда получалось, ну как бы, конечно, в любом случае это обмен, но учитывайте, что вы работаете с людьми. И эти люди, они, может быть, у них есть другое представление о том, как это должно быть правильно или неправильно. Они могут ошибаться. У них могут быть выше должности, но они могут ошибаться. Так что учиться под чем-то, ну учиться на работе под чем-то, ну скажем так, безумным руководством, безумным руководством, это тоже не, ну это не экспертность, да, то есть вы просто подчиняетесь. Если вам сказали, мы делаем, мы рисуем зеленые, фиолетовые, параллельные, перпендикулярные линии, да, как в том ролике в YouTube, то есть вы там будете делать какие-то, может быть, странные вещи. И сказать, типа, вот я делал год какую-то работу, которая никуда не пошла. Это что, мой опыт? Нет, это не мой опыт. Это, ну в этом нет, в этом нет опыта. Так, представляю, приходит Джун и все начинают рассказывать, как строить архитектуру. Да, вполне может быть, вполне может быть. Устами младенца глаголит истина. Вполне может быть. Это не значит, что если у человека нет опыта в годах, у него нет внушающей бороды или чего-то еще, то не значит, что он может говорить какие-то неправильные вещи. Да. Есть, ну, я вижу, что, допустим, даже вот наши мудрецы, наши мудрецы делают такие вещи, которые, ну, которые странные, которые странные, которые там, там у них видимость на один шаг. Ну, там уже не важно, какие у нас там с ними взаимодействия, но не значит, что человек с какой-то там должностью или что-то еще, он это сделает хорошо. Есть люди, которые там с опытом месяц, они могут предложить решение намного лучше, намного надежнее, намного проще, чем ребята с опытом, потому что они могут примешивать сюда еще какие-то свои переусложнения. Меньше знаешь, надежнее проектируешь. Так, и теперь действия. Теперь действия. Мы уже плавно подходим, у нас есть еще 10 минут, и я теперь хочу рассказать про необходимые действия, потому что вы такие, так, ну, вроде бы это я сделал, это я сделал. Когда вы, запомните такую штуку, когда вы станете на вот этот пункт, пятый пункт становления экспертом, то работа к вам просто сама прилетит. Вы даже не заметите, насколько легко вы ее получите. Это будет просто, ну, такое, как, скажем так, ну, получил и получил. Ну, как бы, ну, понятно, как бы, ну, и понятно, почему получил. Понятно. Тогда вы будете понимать, что, что не вы охотитесь, то есть, точнее, что, что, что охотник это, это вы, да, а не так, что, типа, вы хоть там посмотрите на меня, посмотрите на меня, там, возьмите меня на следующий уровень. То есть, вам нужно стать экспертом, и все компании хотят взять эксперта. Почему компании не хотят брать, как называют там, джунов, или там, мидлов и прочих? Потому что это про экспертность. Это именно вопрос про экспертность. Компании хотят, чтобы к ним пришел человек, который знает, как нужно сделать правильно. А вы такие, а нам нужен, такой у меня контраргумент, а нам нужен опыт, а где его взять? На своем проекте. Смотри следующий пункт. Делайте свои собственные проекты, на которых вы будете тренироваться. Разработчики, делайте свои собственные проекты. Тестировщики, делайте свои собственные проекты по тестированию. На них вы прокачаетесь. Ребята, вы на них прокачаетесь. Вы там возьмете все, что нужно. Чувствуете, что не можете сделать сами свой проект. Возьмите еще одного, двух, трех, пяти, десятерых человек, которые тоже хотят этот проект. И вместе с ними собираетесь в любое удобное время, в зумах, в слаках. У нас, по крайней мере, в нашем слаке есть ребята, которые собираются сами, когда им хочется. Они поняли, они поняли этот механизм. Во время буткемпа сколько коллабораций было. Потому что они понимают, что когда вместе работаешь, когда вместе собираешься, обсуждаешь, споришь, говоришь, вот так нужно или так. Собрались три, условно говоря, джуна, построили самую лучшую архитектуру. И сколько примеров. Собрались какие-то, условно говоря, зеленые студенты и сделали какую-нибудь миллиардную компанию. Почему? Ну, потому что это не про опыт. Опыт, он во многом нас тормозит. И мы говорим, это невозможно сделать, потому что, потому что. По поводу, да, Анатолий пишет, все же прошу прощения, но кушать-то надо. Что-то, пока эту экспертизу получишь, это же все уходит из личного времени. Да, все верно. Поэтому, чтобы заниматься, чтобы переходить в новую специальность, чтобы переходить в новую специальность, вам нужно закончить старого. Если ваша старая специальность не дала вам сбережений, не дала вам сбережений, то это еще один признак того, что что-то не так. Что было с одним из наших учеников, который тоже недавно получил работу, он, кстати, вот кто был на буткемпе, он тоже подключался в пятницу или, по-моему, даже в субботу. Это было такое общее общение, он через телевизор, оно не записывалось. Что там было? Он рассказывал, он работал, не знаю, даже на Uber или где-то еще. У него были какие-то сбережения на несколько месяцев, на какое-то время, так, чтобы не работать. Помню, жена у него работала, подрабатывала. Ну, в общем, он перестал, перестал работать, и полностью погрузился в учебу, в учебу и прохождение интервью. У него после этого, у него суммарно все, вот с начала обучения до получения оффера заняло 8 месяцев. Не-не, ну, где-то до 8 месяцев. То ли 6, то ли 8 месяцев, могу оговориться. 6-8 месяцев. Поэтому вопрос о том, что если вы работаете где-то полный день, приходите домой и в полном истощении, просто, все, человека разбудить завтра утром, то так не получится. Просто не получится. Даже как сильно бы я не хотел, чтобы вы записали их нам на курс и заплатили, но я вам сразу говорю, вот в таком режиме не получится ничего. У вас должна быть энергия и силы. Они вам очень понадобятся. Нужно несколько вещей. Нужна энергия и силы, нужно время и нужны деньги. Деньги нужны не для того, чтобы заплатить за курс, хотя мы бесплатно курсы не делаем, то, что вам придется таки заплатить. Вам нужны деньги для того, чтобы существовать время, это время, пока вы учитесь. Вот. Вот. Да. Пробовать новое. Обязательно. Обязательно. Если вы, как бы я по своей натуре, я легкий на подъем, я могу переключиться на какое-то новое направление. Для меня вот мы такие, а, давай сделаем bootcamp, давай, что нам нужно, нам нужен дом, отлично. Сейчас пошли, все, нашли дом за несколько месяцев, вот лично мы проводим bootcamp. То есть это очень, это, ну как бы, мы очень легкие на подъем. И вот получить новую специальность, оно кажется, но кажется, что сложно, но когда ты прошел этот путь, ты понимаешь, что как бы ничего сложного нет, это всего лишь еще одна ступенька к своей, к своей лошадиной ферме, к своей обсерватории, к своей яхте, ну или так дальше, не знаю, какие у вас мечты, к своему стеклянному дому на побережье. То есть разные, разные мечты, но что вы должны, что вы должны понимать, что получение работы, это не последняя точка в этом процессе. Получение работы, это вот как бы, если представить себе вот вашу, вот ваш этот, ваш карьерный путь, то получение работы и вот достижение к вашей цели, это как бы маленький такой отрезок в начале пути, то есть выучиться, найти работу, дальше продвигаться, продвигаться. Да. Напишите, это еще раз продублирую, бесплатный курс проходит тут, JSyntax, да, ребята, вот записаться на JavaScript Syntax можно после регистрации, поэтому регистрируйтесь, либо напишите Маше в контакт, Маша Скин, кстати, ссылку на YouTube, на наш YouTube канал. На YouTube канале есть много видео с учениками, либо с людьми, кто в индустрии работает, с кем я снимал интервью, и через пару дней, ребят, через пару дней, я думаю, что возможно даже послезавтра, выйдет как раз вот видео с буткемпа, поэтому, Маша, если можешь скинь эту ссылку на YouTube, и ребята там, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы получить уведомление о новом видео с буткемпа. вы увидите, насколько мощно это все проходит. Причем на буткемп приехали люди, которые уже отучились, которые уже это все понимают, которые понимают всю техническую часть, которые в этом разбираются. У них другие свои были задачи, то есть мы с ними другие задачи их решали. Вот. Я готов к вопросам. Ребят, я готов к вопросам. Можно включать микрофон и спрашивать. Когда следующий набор на KIA? Ну, KIA мы только начали. Вот KIA только-только начали, поэтому вы можете подключаться к текущему курсу KIA, а там прошло всего лишь несколько лекций. Всего лишь несколько лекций прошло, так что вы на него успеваете. Если вы ноль, да, отлично, вы наш клиент. Да, QA как раз для тех, кто только-только начинает. Да, для тех, кто хочет попробовать себя в QA, вот сейчас самое время, потому что мы делаем через полгода будет. Через полгода. Это может быть уже слишком поздно. Синтаксис, да, вы желательно должны пройти синтаксис, но его можно пройти за неделю. Так, как зарегистрироваться на курс не пускает. Вы должны, после того, как вы зарегистрировались в App или Local Coding, нужно подтвердить почту. Нужно обязательно подтвердить почту. Ребята, есть вопросы? Спрашивайте, можете включать микрофон и говорить. Так, еще раз про менторов, прокомментируйте, пожалуйста, ментор – это хорошая идея, плохая идея. Не, почему? Ментор – это хорошая идея. мы используем менторство на курсе. Даже вот группа QA, вот текущая группа QA, она, если еще не разделилась, то вот-вот скоро поделится на группы, и в каждой группе будет свой QA-лит. Он иногда выбирается из студентов, иногда он… А, разделились, прекрасно. Он иногда выбирается из студентов, иногда подключаются кто-то из прошлых групп, кто в этом хорошо разобрался, либо кто-то из внешних специалистов. Поэтому мы практикуем студент, методику «Студенты учат студентов», очень хорошо работает, причем она очень хорошо работает и для тех, кто учит, и для тех, кого учат. Отлично, прям, ну, супер, супер техника. Так что, ну, это работает. Плюс есть еще люди, кто подключаются, проводят факультативы на разные темы. Но это обучение, это обучение не такое, где вы сидите вот так в расслабленной позе, вас там вливают, знаете, банки такие с трубочками, вы просто просто рот открываете. Нет, вам нужно все равно шевелиться. вам нужно все равно шевелиться. Курс посильный, курс посильный. Вот каждый, каждый может его пройти. Курс абсолютно посильный. Все, кто, все, кто проходят, все идут нормально. Все идут, все идут, да, преподаватели, преподаватели помогают, объясняют. Мы ориентируемся во всех курсах и в JavaScript practice, и syntax, и frontend, и QA. мы предполагаем, что студенты самые-самые начинающие. Так, что делать? Так, читаю вопрос. А есть ли на рынке вакансии для новичков без опыта только с созданием ручного тестирования после краткосрочных курсов? нет. Нет. Я считаю, что нет. Если вы, ну, почему там таких вакансий нет? Потому что это такая работа, которая может делать, ну, это не экспертность. Вот тут в этом всем есть все, кроме экспертности. Нет экспертности. Если вы смогли обучиться чему-то за полчаса, то вам будет платить вот соответственно. Если вам пришлось учиться, типа как доктор, нейрохирург, да, какой-то, ему пришлось учиться 15 лет, чтобы начать практику, то, соответственно, он и будет получать свою ставку, да, высочайшую, высочайшую. Да. Поэтому здесь есть вопрос. Скажите, пожалуйста, а бывает такое, что, допустим, ребята учили JavaScript, но есть компания, которая пишет свой код на Python или на Java, такое вообще компания практикует? Да, 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 практикует. Они просто дают время ребятам переучиться, да? Да, потому что в первую очередь нанимают не технического специалиста, а они нанимают человека, человека, набирают именно персону в свою команду. Если видят, что человек хороший, то его возьмут. Ну, не просто хороший человек, но ничего не знает, берем. Нет, если видят, что он умеет программировать на JavaScript, то он и на Java научится. Да. Так, значит, Олегу ответил, что после краткосрочных курсов рассчитывать на какие-то позиции я бы не рассчитывал. Есть, возможно, есть, конечно, что-то есть, но их очень мало, там конкуренция большая, поэтому что-то долезть. Это тупиковое направление. Что делать, если хочешь стать в перспективе project manager, то есть тестирование получается, но все же не мое и ненадолго. Да, если у тебя есть цель идти по карьерному пути в сторону менеджмента, то все равно нужно заходить с какой-то, ну, с какой-то стороны нужно заходить, либо с тестирования, либо с программирования. Ты можешь сразу запрыгнуть как менеджер, но это будет, ты будешь делать намного больше попыток. Я бы все-таки бы заходил тестирование самый быстрый путь. Заодно и поймешь, как работает компания. Так, Ева, да, постоянно устраиваться, факультативы для тех, кому сложно дается джесс, прямо репетиторство. Да, да, все верно, Ева подтверждает то, что происходит на курсе. Вакансии таких валом, но на собеседование все равно будут спрашивать кучу того, что в реальной жизни не нужно. Да, почему так происходит, потому что у них, например, вакансия, или они говорят, нам нужен мануальный тестировщик, но компания растет, поэтому спрашивать будут так, как будто бы нанимают автомейшн, потому что им нужен через полгода автомейшн, они что, будут искать нового человека, этого уволят, нет, хотят, чтобы тот вырос. Если я живу в Таджикистане, я могу у вас учиться? Можете. Витя, можно вопрос? Да. Тот проект, который у нас будет на курсе React, он как поможет повысить уровень экспертности, чтобы с этим выходить и сказать, я так понимаю, что должен помочь, если мы вовлечены будем в него, или надо свой проект, какой-то еще пэт-проект делать для этого? он поможет тебе понять принципы взаимодействия в команде, но если у тебя будет свой такой пэт-проект, это будет лучше всего, это будет самый большой результат будет с него, потому что в нем ты будешь делать бескомпромиссное качество, вот как нужно сделать самым-самым лучшим образом, ты его просто должен разложить на атомы, просто разложить на атомы. То есть параллельно с вашим курсом, то есть я делаю свой, чтобы увеличить эффект, да? Окей. Да, да, да. И вот допустим смотришь какой-то сайт, у него есть какое-то поведение, на него нажимаешь, у него есть какое-то поведение, ты хочешь его протестировать, это поведение, ты хочешь проверить, и ты делаешь на это, ты прорабатываешь эту часть, ты смотришь, как она работает, почему она работает, копаешься, копаешься до самого, до самых мелких, до самых мелких деталей. Вот, ты можешь даже, смотри, вот представим себя, я покупал, у меня есть такая штука называется, кинап, кинап, смотри, есть, иногда на разных сайтах, ты можешь, вот просто копаясь по сайтам, ты видишь, что что-то не работает, вот допустим, у них несколько дней назад не работала кнопка логин, просто не работала, просто не работала, она была такая, то есть, если бы, вот я бы тренировался, я бы просто взял бы и написал бы им письмо, оформил бы реквест, объяснил бы, как она, почему она там не работает, или допустим, я допустим, захожу в систему, а у меня здесь написано логин, ну так, по крайней мере, так оно было, видимо, видимо, починили, кто-то написал, я к тому, что экспертность, экспертность, она вырабатывается тогда, когда ты сам контролируешь то, что ты делаешь, сам знаешь, то, что тебе нужно изучить в тех областях, которые ты думаешь, а могут ли меня спросить, как протестировать, допустим, вот, ну, вот такую вот штуку, появляющуюся, могут? Могут, почему нет? Как ее протестировать? Ты спрашиваешь мне, Виктор, а в нашем проекте нужно тестировать эту штуку? Я говорю, не, не надо, это вообще не важно, но ты для себя говоришь, а мне надо проверить, как она тестируется, то есть, как я ее буду тестировать, понимаешь? Ну, таски мы будем, брать на проекте, на самом, на комитинге, именно по разработке, я спрашиваю, потому что я вов-контент. Да, 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 обязательно, обязательно. Хорошо, спасибо. Так, а какой должен быть уровень английского для получения первой работы в QEA? Достаточно для объяснения своей мысли. Достаточно для объяснения своей мысли. Можно даже ошибаться, там, неправильные говорить глаголы, всякие приставки, артикли. Главное, чтобы было у вас понятно. В США все еще удаленно работают сотрудники в QEA или уже возвращаются в офисы? Какой прогноз насчет этого? Я думаю, этот год мы еще будем работать удаленно. В офисы еще не возвращаются, пишут, Анатолий, еще долго не вернутся, и это не особо влияет на людей удаленно. Все верно. Да, нанимают активно. Объясните, пожалуйста, почему компании в США нанимают только людей с work authorization, граждан грин-картщиков, а не нанимают аутсорс специалистов из других стран? Почему нанимают? Это связано с налогами или еще с чем-то. Первый вопрос рекрутера всегда, есть ли у вас право на работу в США? Ну, если вы идете на внутренний рынок, то у них есть задача нанять внутреннего сотрудника. если вы хотите наняться как аутсорс, то вам нужно искать аутсорс компанию и наниматься к ним в аутсорс компанию и они вас уже будут продавать. У вас уже не будет собеседований в компанию клиент, скорее всего, а может и будет, смотря как они вас туда будут продавать. Поэтому если вы нанимаетесь на внутренний рынок, то вам нужно тогда вам нужно чтобы у вас были документы. А если идете на аутсорс, то вы нанимаетесь в аутсорс компанию и они вам платят деньги в вашей родной валюте. Есть ли видео, как проходит онлайн занятие для QA? Есть. Напишите Машу, она вам пришлет. Напишите Машу на контакт, собака по сферису. Вы знаете компанию Тьюринг такая, она нанимает как-то типа вот дистанционно. Слышали? А, есть компаний много, возможно. Да, да, компаний, компаний, которые нанимают дистанционно очень много. Вот, кстати, вот этот паринг, о котором я говорил, он был нанят именно на дистанционную работу, на постоянную дистанционную работу, для местных, на внутреннем рынке, но дистанционно. то есть у них нет даже офиса. Да, напишите Маше, вот ее адрес контакт собака passus, она вам все скинет. Все, я думаю, на сегодня все, у меня сейчас будет просто еще следующий урок, точнее, не урок, а будет еще один видеозвонок. да, вот, Анатолий предлагает идею для фронтенд проекта. Не, да, почему, все нормально. Анатолий, если ты есть в флаке, напиши. Андрей пишет, я вчера пять собеседований провел, все предлагали ремонт до конца ковида. Да? Да, да. Ну, и следующий пункт, ребята, вот как бы как бонус, да, вот как бы под занавес, под занавес, назовем его так, восьмой пункт, бонус-пункт. Вы должны быть привлекательны со всех сторон, ну, как для работодателя. Ваше резюме должно быть привлекательное, вы должны о себе говорить только самыми лучшими словами, и вы должны выглядеть привлекательно для работодателя, не как человек там с красивой прической, с длинными ресницами, а именно как работник, как сотрудник должны выглядеть привлекательно. Так, цену оплаты можно разбить на части, напишите Маше, опять же, все через Машу. Да, софт-скиллы, ребята, софт-скиллы, вот как раз про восьмой бонус-пункт, туда же и софт-скиллы добавляем, вы должны быть просто душечка. Просто все знаю, все умею и очень хорошо и как человек хороший, и как специалист хороший. Все, на сегодня будем закругляться, увидимся с вами уже на следующем занятии, либо уже на каком-либо уроке. Начинайте проходить JavaScript Syntax. Это очень-очень полезный курс, который даст вам ответ на вопрос, смогу ли я, что сделать дальше. Если будут какие-то еще вопросы, пишите на контакт собака PassUS, Маша, она ответит на ваши вопросы, добавит вас в группы, вышлет вам инвойсы, все необходимые документы, договор, так что будем на связи, подписывайтесь на YouTube канал, оставляйте комментарии, если что-то вдруг осталось вне. Да, и продолжаем работать. Всем пока. Спасибо. Пока. Всем пока-пока. Субтитры Субтитры Субтитры